По официальным данным, ежегодно в России от болезни сердечно-сосудистой системы умирает свыше 1 миллиона человек. Это 55% от общего количества смертельных случаев. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают далеко не все. На сегодня заболевание сердечно-сосудистой системы без преувеличения это проблема номер один в мире. И на сегодня известно по статистическим данным, что смертность именно сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место. До 50% фактов смерти приходится именно на эту патологию, на заболевание сосудов и сердца. В рамках информирования и работы с населением по предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний Министерства здравоохранения Российской Федерации с 5 августа провела неделю профилактических мероприятий. Университетская клиника Казанского федерального университета не осталась в стране. В поликлинике и стационарных отделениях прошли школы пациентов и дни знаний. Хочется подчеркнуть, что очень важно создать осведомленность населения о необходимости профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И Министерством здравоохранения Российской Федерации в следующей неделе с 5 августа по 11-12 августа объявлены недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и проведения дней знаний по хронической сердечно-недостаточности. Наша клиника также участвует в этом процессе. Кроме того, в поликлинике университетской клиники Казанского федерального университета разработан алгоритм осуществления диспансерного наблюдения. Любой желающий может пройти профилактический осмотр в самые сжатые сроки. Консультации оказываются отдельно от основного потока населения, которое обращается за медицинской помощью. Массовая диспансеризация позволяет каждому пациенту получить профессиональную оценку стадии факторов риска, разработать план их снижения, понять, кому требуется вторичная профилактика, которая включает медикаментозное, а иногда и хирургическое лечение. Важно не пренебречь еще и диспансерным обследованием. Сегодня на государственном уровне решается эта задача. Да, к сожалению, у многих стереотип, что это формально, фиктивно, для галочки. Эти стереотипы мы стараемся разрушать. Сегодня государство, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Республики Татарстан, каждое медицинское учреждение делает много, чтобы это было доступно в одно окно, в том числе и в нашей поликлинике по адресу Вишневского 2А. Любой может обратиться и пройти диспансеризацию раздельно от основного потока населения, которое обращается за медицинской помощью. Важно также понимать, что на первом месте в работе с населением стоит просвещение в вопросе не только лечения, но и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача-невролога университетской клиники Казанского федерального университета Дианы Сафиной, существует ряд факторов, которые пациент может самостоятельно контролировать. В первую очередь, это корректировка пищевого поведения. Меньше соленого и мучного, сладкого и жирного. Соблюдение полезных пищевых привычек сможет сильно повлиять на исход уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний, а также не допустить их появления и развития в будущем. Также существует острая необходимость введения активного образа жизни. Регулярные прогулки и другие способы досуга помогут не допустить развития опасных заболеваний. Тем не менее, существуют факторы, на которые пациенты не могут повлиять самостоятельно. Это наследственность и предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это, во-первых, возраст. Люди старше 50 лет более склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И с возрастом, конечно, мы ничего не можем сделать. Пол мужчины более предрасположены к этим заболеваниям. И последнее, это генетическая предрасположенность. Ни для кого не секрет, что если в ближайшем окружении кровных родственников были ранние инсульты, инфаркты, конечно же, у этого пациента высший риск этих заболеваний. Генетика – это генетика. С чем родился, с тем родился. Поскольку дни знаний проводятся на регулярной основе, их эффективность не раз доказывалась на практике. Самое главное в вопросах лечения сердечно-сосудистых заболеваний – их активная профилактика, которая помогает на ранних стадиях выявить патологии и отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Школы здоровья проводятся на регулярной основе. Они бывают тематические, в том числе и по этой теме. Но так как сделан акцент на этой неделе на здоровье по сердечно-сосудистой системе, то пройдут именно тематические школы в рамках темы профилактики и хронической сердечной недостаточности. И по данным эпидемиологических исследований, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний высокоэффективна. Так, например, в исследовании доказано, что на исход лечения ишемической болезни сердца 50% зависит от модификации факторов риска. Напомним, чтобы познакомить пациентов с профилактическими мерами сердечно-сосудистых заболеваний, в поликлинике университетской клиники Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А, прошли школы здоровья. В рамках дискуссии с пациентами обсуждали хроническую сердечную недостаточность, а также профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Елизавета Газизянова, Адалина Абдрахманова, Ахмаджон ОЭФ, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова